Сын по-другому. Она, значит, милой любимой пошла там ему готовить. Вот. Не грибной суп. Тещу хоронить, значит, чё ж хоронить? Ну, поперла грибу, поперлась. А чё ж все не как-то? Да, вот есть не хотела. Ну, да. Нет, ну, она готовила хороший там обед, значит, завтрак, ну, что-то тогда было по расписанию, значит, приготовилась там, и, значит, отнеслась в течение того дня вот так вот, очень по-добному, по-любовному. Вот. И он, вот, в тот момент, как раз и покаялся по-настоящему, уже по праву, что он уже, потому что, ну, как бы, он потом писал, что, или с его слов-то было записано, что свидетельствовал, что так и так, что вот, если бы она хотя бы там, ну, где-то, хотя бы сказала, а вот, что ты все-таки делаешь там, Смит, или хоть как-то у Карина, да, то совесть его, как-то его, как-то его, немного оправдала своя. Вот. А здесь он был в таком, в совершенном положении, таком, да, ну, просто как скотина, вот, где-то нужно было покаяться, одним словом покаялся. Вот. И много других есть таких необъяснимых вещей. И когда Смит совершал эти чудеса, вот, тоже находилось много противников. И вот, когда Евангелие рано читаешь, тоже, ну, ну, уму, уму непостижимо. Несколько порадоваться, что вот, исцелился тот степорожденный человек, а религиозники начали религиозничать. Стали цепляться к тому, что это было все в субботу. А почему он сделал? А Иисус подчеркнул же, что можно добро делать в субботу, слушайте. А стали искать в нем вот такую зацепку. Вот нет, он нарушил нашу традицию, наше предание уже, нарушил, отеческие предания наши. Все. Значит, нет Бога этот человек. Хотя там среди фарисеев, потому что есть нормальные, адекватные люди, конечно, которые говорили, если бы нет Бога, то он бы не истерял, значит, не истерил бы. Ведь он же хороший, сделал дело. Вот. И между ними там написано «распредаж года», вот так вот, по этому поводу. Вот я зачитывал то, что в самом начале сегодня, 9 глава и начало 10 главы, оно как продолжили все эти мысли, что Иисус себя назвал светом этому миру, назвал себя дверью, этой, в которой входят еще, и назвал себя добрым пастором, там, в роднискости, дальше, 10 главы. Добрым пастором. И действительно, сегодня, вот, в этом чудесном все, распри, распри бывает, религиозный распри. Но, знаете, вот, а, сейчас я открою, пацан, моменты. Для тех, кто похоже подошел, вот, сейчас для вас, и с самого начала 9 главы, вот эти слова, которые очень сильно меня поразили сегодня тоже, очень сильно. Вопрос вначале ученики задавали, кто согрешил, да? Он, родители, что родился слепым. Иисус отвечал, не он, не родители, да? Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И он дальше, как раз, признает, что я и святому миру. И вот дальше со мной вот это достижение. Знаете, друзья, я, вот, какой для себя такой вывод сделал сегодня, что... Рядом трудно, да, сегодня. Вот, что... Чтобы не было бы, где бы мы ни родились, как бы мы ни родились, да? Что бы ни происходило, Бог хочет все во благо обратить это, вообще. Дела Божьи свои, Божьи дела иметь. Вот, и в этом, не знаю, особая милость его, наверное. Родочное человечество, особая милость. Ну и, конечно, у меня тоже с самого утра после первой молитвы, это будет не то, а знаете, вот такая молитва о духовном пробуждении. Вспоминаешь то, что было когда-то их в своей жизни, из своей жизни, из жизни, там, других, там, каких-то служителей из истории христианства. Вспоминаешь какие-то примеры, такие поразительные, вообще удивительные примеры. Ты думаешь, а вот, почему? Почему не сейчас, почему не здесь? Значит, Бог ведь и сегодня, и сейчас здесь тот же, абсолютно тот же. Что он там, в Африке где-то, что он где-то еще там. Бог тот же самый. И совершает чудеса свои. Деяне свои. И Иисус сравнил это со светом, сравнил это с днем. А то положение, когда никто не может учерпевать, Он назвал это состоянием ночи. Ночи, это страшные вещи. Вот, с тьмой сравнил это. Вот. Да будет свет. Вот, мои моменты, друзья, да будет свет. Пусть будет Божий свет. И в ваших судьбах. Во идее Иисуса Христа. В судьбе каждого из вас будет свет. И кто будет смотреть потом, это будет свет. Вот. И, знаете, всякое даяние Богу и даже совершенность выше сходит от Отца Света. Вот. И слова Иисуса еще, чтобы напомнить то, что значит, вот. Из тех, что читал сегодня, это 10 глава, 10 стих, тот самый знаменитый. Так что вор, кто пришел красть, убить, погубить, приходит. Это его стихия. Вот. И дьявола называют вором, да, похищающим. Вот. И он называет его человек-убийцем сначала. И многим другим словам в Библии враг именуется. Это враг Божий и враг наш, человечественный. Вот. С самого начала, когда Бог сотворил наших еще пращуров, пращуруется про Отца Адаму и про Материеву, с самого начала пращу ненавидил нас. Вот. Наш вид, будем говорить, человеческий, как-то, был ненавиден ему. Вот. И, к сожалению, история человечества, она пошла вот так, как падение. От падения, от Создателя. Вот. Но, по милости Господней, 2000 лет назад началась новая эра, действительно новая эра. И Бог даст благословит нас в этой новой эре, в новой жизни, в этой жизни. Одним словом, в память исцеляете. Я это и себе говорю, и вам мертвых воскрешаете, прокаженных очищаете. Вот. И я верю, что вот эти моменты, они действительно, не знаю, Божье сердце это особо не открывают. Когда бедный человек нищий, он благоденствует. Когда больной, он исцелен. Когда ослабленный человек, ослаблен, он силен, вот, это действительно Божье чудо, Божья милость. Не знаю, я как-то этим сейчас особенно загорелся, особенно живу. Вот. Быть далеко. Хороший предмет, когда ты начинаешь уже так жить, вредить этим просто вообще, верить в это. И как-то особенно искать это. Вот. И вот такие истории, когда, говорю, видишь там, коллега, там коллега, там инвалид, там инвалид. И понимаешь, что Бог хочет действительно людей исцелять, воскрешать, благоставлять, очищать. Вот. Это Его день. Это Его лето Господне даже. В сравнении с летом вообще прекрасно. Это даже не весна, не осень, не лето, это пик апогеи, это какой-то, кульминация всего этого, свет. Прекрасно, конечно. И вот среди лета сидеть в пленнике, сидеть в погребе, мертвец, ну, непростительно. Вот. Я верю, что человечество действительно должно переживать сейчас лето Господне. Вот. А не ужасы мороза, холода и прочее. Вот. И те пробуждения, которые за два тысячелетия были уже в истории христианства, или в нашей судьбе какие-то толчки были определенные. Вот. Это лишь как бы вот увертюра, перед огромным Его, огромным пробуждением. Перед Его пришествием должно действительно Евангелие Царства по всей вселенной размучать. И не просто как слово убедительное человеческой мудрости, а объявление Духа и силы. Об этом уже многие говорят. И это все больше и больше об этом говорится. И порой это действует, на самом деле проявляется это. Вот. И думаешь, надо же. Сам вспоминаешь, какие чудеса Бог совершал даже в нашей жизни, да? Вот. Да если бы не Бог не пришел бы в мою судьбу тогда, я бы уже с днём был в мире данного Божьего. А Он взял и дал мне жизнь. Я благодарю Его за это. Очень благодарен за это. Знаете, вот. Не устану благодарить Его за все это. Вот. Когда хочется вспомнить чудеса, вспоминаешь тоже. Когда мы с женой поженились, у нас было такое, что значит, тоже чудо. Да? Что идти у нас не могло быть естественным образом, как бы. Вот. Вообще вот это вот естественно, сверхъестественно. У нас только все как-то шапка, обвалка. Я вот тоже вот размышляю эти дни. Тоже перечит как раз Иоанна, Евангелие. Вот. И о воскрешении, о исцелении. Вы знаете, потому что Божеская сущность Иисуса, она очень у Иоанна ярко так вот выражена. Она просто как-то особенно как-то выражена. И у тех евангелистов также она выражена хорошо, но у Иоанна особенно как-то по-особенному. Не знаю. Прям вот восхищаешься вот этим. Вот. Я думаю, что в нашей жизни вот это особенно покроется как раз. Божественность, божество особенно покроется Христа. Особенности как. Вот. И значит, то, что естественно для этого мира, кажется естественным, нормальным, да? Это ненормальным. Вот с позиции Божьего мира, да? Божьей мире это ненормальным. Допустим, в этом мире нормально быть эгоистом, да? Это нормально. Вот как бы, да? Это естественно. Это природно, да? Это как бы свойственно человеку в душе человеческой. Хотя, знаете ли, даже неверующие не предъявляются от права и мальтероизму, да? Людей вот как бы и восхищают человеку. Это подвиг, это как бы особенно такое состояние человека, когда он делает добро, может просто ради добра, вот и как бы ничего не выражает взамен. Интересно. Вот. Но в Божьем, в Божественном мире это является естественным состоянием как раз. А эгоист является неестественным, противоестественным. Исцеление в этом мире вот такое чудесное, да? И здесь является сверхъестественным. Является. Вот. А на самом деле это естественное состояние. А болезнь как раз, болезнь, прокреация и все это, здесь кажется естественным. Ну, обычно, природно, да? А в Божественном является неестественным. Поэтому, вот когда Иисус встретил его слепорожденного на человека, да? Казалось бы, ну, естественно, он родился, да, вот таким. Ну, ну, что поделаешь, природа, вот как бы собиралась в лучшем пусте. Вот родился калекий человек, ну, все, на что поделаешь. Вот. Но самое интересное, Иисус на него так смотрел, что очень интересно спросили его днем. Что здесь происходит вообще? Кто собрешил вообще? Что? Вот. Что? Как прагментируешь все это вообще? Почему он такое внимание обратил именно на этого человека? Кто его знает, почему? Ну, с позиции небес здесь был момент неестественного, противоестественного. Вот. Потому что естественно должен был убедить этот человек. Но он неестественно был убеден. Это ничего вообще не убеден. С самого рождения своего. И с позиции неба это было неестественное состояние, противоестественное состояние человека. Вот. И болезнь, она противоестественна. Противоестественное состояние Бога вообще как такового. Вот. Прогляться любое, да? Оно противоестественное. Вот. Даже неверующие люди понимают порой даже, даже лучше, чем религиозники порой, что когда человек заболевает, там, таблетки, холодовечение, то есть человек ищет исцеление. Потому что это на уровне подсознания. Человек будет естественно жить нормальной жизнью, здоровой, да? И когда заболевает, он себя плохо чувствует. Ему хочется по-моему, следует избавиться. Потому что он понимает, что это неестественное состояние вообще. Это не его, как бы. Оно даже вложено это в человека. Вот. И, знаете, вот действительно, божье, естественное, оно здесь кажется сверхъестественным. И неестественным. И наоборот, человеческое порой естественное кажется нам. Ну, как бы уже привыкли к этому. Оно в божьем, оно неестественным. Вот. И в моей практике были чудеса тоже разные, но каждый раз, вот, понимая, что когда какое-то противление что-ли-то, ну, естественное, протест какой-то. Вот, вот, я это понял по своей жизни тоже, что Богу это нравится. Протест против чего-то, вот, именно против болезни, против, вот, проклятия какого-то другого. Но, когда есть протест, когда есть соглашение, когда лапки опускают человек уже, то это очень плохо. Даже с позиции неба это проклятие. Есть, есть татарская сказка, ну, она в разных породах, есть похожие сказки. Татарская сказка такая есть народная, про двух мышек, которые упали в крыльку с молоком. Значит, болтали, барахтались, барахтались, одна сказала, да, в принципе, все, все ножи. Раньше, позже, короче, лапки скрестилось, короче, и все, и на дно, утонула. А вторая билась сверхсил, билась, 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 пока не сбило масло. Вот, в общем, и как видим, вышло. Вот, я имею в виду, мудрость очень простая, бейся, пока бьется, не сдавайся. Вот, значит, и, знаете, вот Бог любит тех, которые, вот, бьются, а дьявол любит тех, которые лапки скрестят. Вот, дьявол таких обожает просто вообще. Вот, значит, вот это как бы легкая добыча для него, который, а, все от Бога, все, как бы, оно, как есть, почему бы хватит его именовать, вот, майя хата скрайнички, не знаю, как будто, вот, и прочее, прочее. Дьяволу, прочее, очень нравится, это его любимые слова, наверное, когда он это чувствует, бесы там святаются и пиршествуют, радуются всему этому, конечно. Вот. Вот. Когда человек борется, дар с ним погибает, небеса радуются вообще в таком состоянии вообще. Бог радуется и все. Вот в этом моя природа, божеская природа в этом. Не демоническая, а божеская природа. Вот. Особенная природа божества появляется в человеке. Вообще особенная. Во всем. Помните, кто, Эдисон, да, он делал эксперименты, да? Тысячу раз, вот, и неудачно вообще. Но, слава Богу, в нем была не бесовская природа, да, а божество. И он сделал еще раз эксперимент, ему удался. Вот. Вот такой интересный пример, да. Значит, и вообще, да, вот действительно, да, не важно, да, открытие где-то в научной сфере, да, какое-то еще, да, изобретение какое-то, да, значит, или это исцеление больного человека, да, значит, воскрешение мертвого. Каждый раз это, это действительно, это какой-то протест. Я вот в своей жизни, да, вот вспомнил про свою супругу, наших деток с ней, то у нее не было, как такое, матки, она была в зачаточном состоянии вообще. То есть, аномалия такая, да, и врачи говорили, что, да, это, ну, редкая аномалия такая, так что... Вот, и все, что связано с маткой, ну, вообще женскими органами, оно было не развито. Вот, то есть, само говоря, в зачаточном невозможно, не говоришь, но про беременность и рождение. У нас вот шестер детей. Слава Богу, да. Слава Богу, да, вот так вот. Представляете, Личин? Вот, и первый ребенок буквально отвоевывали просто. По мере, вот, зачатия и развития ребенка все развивалось. Развивалась матка, росла, выросла все. Вот, и рожала жена, и, ну, с Настей было чудо такое. С Колей тоже чудо, что, значит, где-то в месяца полтора к нему ничего не поступало вообще последним, перед родами. Вот, тоже такое испытание. Представляете, значит, у него, ну, он был таким, видимо, в утрубе вертлявым, таким, мальчиком. Он много вертелся, значит, донес, он нагрузил так, что, значит, клубовина была перекручена. Ну, это такое бывает часто, но дело в том, что на ней был узел. В общем, дело, треекратное объектив клубины было, во-первых, во-вторых, на клубовине снова был узел еще. Вот, и узел был затянут, и последние полтора месяца к нему ничего не поступало. То есть, как он вышел, никто не знает. После родов все подтвердилось, все показано было, значит, во-первых, воды были черно-зеленые. Вот, как он в них вышел, неизвестно. И вот сама клубовина, фрагменты демонстрированы, что там врач, что это нормальный, вот как он должен выглядеть, есть нормальный. А вот сам этот фрагмент, где узел черно-зеленый. И он только лишь слегка потянул, разорвался, значит, и вот эта черная желез такая вот, вот такая. То есть, в этих фрагментах. То есть, это показывало, что это против всех учебников, по гинекологии вообще, по практике. Дорогие, с вами можно защитить себя, это вообще, значит, как уникальнейший случай. Потому что вообще это противоестественного. Вот то, что написал, ну, как бы, как врач, да, это вообще-то противоестественного. То есть, такого не может быть вообще. Это противоестественного, против естества. Потому что, действительно, к нему, ну, полтора месяца, как минимум, ничего не поступало. Как он выжил? Один-другой бог знает вообще, как он выжил в таком состоянии. Тем более, вводы были зеленоваты. Болото просто. Просто болото. И вот этот фрагмент, он был черный, черно-зеленый, без стекла. То есть это все показывает, что это была мертвая лотка. Полностью мертвая лотка. Он был живой. И нам говорили, что мы не говорили, что страшные вещи. И неразвитые, и все, и прочее. Сейчас учатся сам на медика уже. Заканчивают медицинские заведения. Пожалуйста, врач, фейншер. И слава богу. Знаете, думаю, что надо же. Чудеса его совершает. А потом с третьей беременностью уже в другом месте. Значит, врач там вопросы задает. Сестра пишет там. Конечно, она там рассказывает. Значит, врач там вертела эти бумаги все. Ну, это не может быть. Здесь какие-то ошибки. Не может быть. Как же у вас нет матки, если вы уже два раза рожали. Не может быть. То есть это... И третья беременность. И говорят, это невозможно. А потом еще там спрашивают, ну, сполняют, кем работают там, домохозяйка, значит. А кем муж работает? Ну, священник, священнослужитель. И врач говорит, а, у них все может быть. А, у них все может быть, короче, рукой бахнуло, так уже как бы так нормально. Даже то, что не может быть. Ну, вот. Но это дело не должно быть, но священнослужители вообще-то. Аминь. Каждый любящий он священнослужитель, да? Аминь. Если только настоящий, не по-нарошку, по-правду, верующий, он священнослужитель. И наше священнослужение, оно, конечно, немного не то, что люди представляют, как священнослужение. Слава Богу. Вот так вот, друзья. Вот. И о чудесах тоже, о воскрешении там. Вот. И здесь вот, сейчас на Киото, там, на левом берегу, значит, проживая там, значит, да, значит. А вот мы с ним рядом, на малышке там, вот, жили мы. По ночам, когда приехали в Киев еще, то, значит, получается, 20 лет назад, получается, да. Вот, значит, Киев, да, тоже там супруга рожала, уже, значит, четвертых времен рожала, что уже трое было. Так что, у нас трое родились в Украине, и, безусловно, трое родились в России. Вот, и, значит, Таня рожала, она здесь, тогда, ну, там, буквально через дорогу, там, в роддом, в больнице было, в роддом. Там еще церковь, вот эта вот, господа, эти как раз, вот, хан Христа. Вот, и там жили бы, вон, чего-то было, там, в облице просто было в этих медицинских, этих всяких старых построек. Вот, значит, и вот там как раз и жена рожала в том роддоме. Вот, и тоже приговор врачей такой, очень такой, ну, сложный, конечно, вообще, представьте. То есть, я, как раз, и преподавал тоже через дорогу Химволокно, ДК Химволокно. Там, значит, и вечерняя школа Силы Божьей называлась, дневное Иисус Снамен и колледж Святого Якова. То есть, там все три учебные заведения, где я преподавал, как раз, и там находились. То есть, я шел туда, через дорогу переходил, через мимо станции метро Черкинский, куда попадал, как раз, вот, на Химволокно. Вот, и как раз там мои занятия начались, по-моему, по суставе все-таки, дневное, да, дневное отделение было. Вот, значит, и занятия начались там, и я, как раз, зашел к праведному супругу, и вот приговор такой врачей, что, значит, у девочки, вот, у новорожденной, да, ну, аномалия, представляете, нет ключей вообще, вообще нет ключей. И, что-то еще там обнестила врач, и говорит, это инвалидность, вот, прямо в своем доме инвалидность. То есть, конечно, гимнастика, надо будет заниматься с ней, там, она обнести, вот, как-то ручкой, там, ну, это вот, вам, потом, отдельная школа есть такая, даже, оказывается, вот, как-то можно развивать, но, максимально, ручка будет вот так вот подниматься, вот, максимально, как бы, значит, это вот, то есть, из того, что, если заниматься постоянно, вот, как бы, вот так, чтобы подниматься, это вот уже, ну, это вот, сама вот эта система отсутствует, короче, и вот, в частности, меня не запомнилось, что ключей нет вообще, она объясняла. И, значит, и, значит, и, тоже ужас такой, а я иду заняться, как раз, вот это с устнамином. Да, и с устнамином, почему, потому что, на меченном деле, ну, мало народа, там полно народа было, там, вот этот зал большой кинул, там, весь забит был. Даже дополнительно ставились скамеечки там еще. И там, в основном, так получилось, учащиеся были такие, бывшие наркоманы, алкоголики, ну, не акция, то есть, вообще, там, 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 целая лизия, на полках, так, вообще, знаете, как, как, порядочный грешников раз пообщался. Ну, да, значит, и, такой, как бы, наплыв такой был именно. Вот такие студенты, которые раньше не должны конспектировать, читать не умели, фактически. Вот так вот, такие были студенты. Вот, и, так получилось, что, как раз, снова мои занятия, вот, второй день уже, я выхожу, ну, никакого настроения вообще, тему продолжать. Ну, и я взял, микрофон взял, вот, и давай все рассказывать. И вот это все рассказал, говорю, братья, сестры, говорю, вот, так вот, так, у меня, вот, такая беда, вот, то, что был, вот, сейчас, вот, перед занятиями, там, в больнице, значит, и вот, вот, приговор такой врачей. Вот, значит, она плачет, вот, врачи все это рассказали, вот, так, все объяснили наглядно. Вот так вот. Дальше врачи сказали, что мы поймем вас, если вы не заберете девочку, вот, как бы, значит, вот. Потому что и такие случаи, там она описывала, что в таких случаях родители порой так поступают. И по мнению, мы соберем однозначно, и, значит, даже вопросов у них даже не стоит. Вот, значит, и, и, но, представляете, инвалидность прямо с роддома, вот. То есть прямо из роддома выписка и уже инвалид. Вообще, кошмар, ну, знаете, я, значит, и я все это рассказал, и говорю, давайте будем молиться, потому что, поддержите меня, давайте будем молиться сейчас, потому что, ну, А для меня, я пока шел туда до самого химолокного, шел, и все размышляю, думаю, стоп. Она говорила по поводу, там, ложки, кушать себя, обеспечивать, чтобы, тренировку нужно для чего, чтобы. Максимально вот так вот. Хо. А у меня сразу вот, что-то, руки так поднимаются, ну, к небу. Не просто, там, чем-то заниматься, а вот то, что к небу поднимать, слава бога. У меня, думаю, сразу почему-то такой образ, что-то она не сможет поднимать руки так вот. Сможет. Не может быть, что она не смогла вот так поднимать руки и славить бога. Вот. И вот этот момент у меня особенно прям всю дорогу прошел, у меня прям все, вот так выдумывалось только. Вот. И когда он сказал, он говорю, хочу, чтобы она славила бога, поднимала руки и славила бога. Вот. Молились. И как-то так отпустила, как говорится, печаль, как бы, так, как-то хорошо так. Вот. Занятие прошло очень хорошо, замечательно все. Вот. И потом узнаю, на другой день, узнаю, чудо произошло. Вот. Жена там рассказывает. Там, значит, такая система, тоже такая советская такая. Там мамочки отдельные, детки отдельные, значит, да? Вот, значит, и медсестра их всех перепеленовывает, значит, и вдруг это закричало. Ну, просто знаете, медсестра. Вот. Там мамочки говорят, что с чьим там, что с мамой, что случилось вообще? Вот. Ну, такая ненормальная система, когда дети там отдельные как-то вообще. Какой-то фашизм какой-то. На мой взгляд вообще. Не по-человечески как-то, не по-людски. Ну, ладно. Вот еще такие издержки советского такого еще. Вот. Когда дочеки осмотрели как на винтик только. Механизм и все. Ну, ладно. И вот, значит, и там мамочки там взволновались, значит, ну, с чьим там, что случилось вообще? Мало ли что. Там был случай, там кто-то запрянулся, или там, ну, плохо смотрели, с этим мамой. Вот. А здесь, значит, забеспокоились. А она кричала врача, значит, врач побежал, а потом другие врачи. Значит, вот это, да, оказывается. Представляете, вот Таня, вот с нашей Таней. Ее она раскрыла полностью. Распоминала. И Таня, это был ей только третий год, третий день рождения, получается, ей подарили. Короче, вот только. Ну, вот. Она сама ручку подняла обе. И так держала. А также уже они знали, что ребенок с инвалидностью, что не сможет ручку никогда, что не ключи с ним и все прочее. Вот. И она подняла врача, чтобы ей не поверить, что такое произошло. Так и Таня все время держала ручку так. Короче, значит, да, значит. И, значит, и врач пришла, смотрела. Другие врачи, люди, когда пришли, эти, да, значит, смотрели. И Таня все время демонстрировала. Короче, не может быть. Не может быть. Короче, это переболов такой маленький произошел в больнице. Вот. Да, значит. И потом, значит, мне когда рассказали, здорово, слава Богу. Вот. Вот и сейчас Таня у нас учится. Тоже в медицинском учиться. Красавица. И гимнастикой занимается, навлекается, значит, и развивается хорошо, и подтягивается лучше всех. То есть, представляете, значит, вот, ну, опять-таки, я понимаю, что, да, чудо, но как? Какой механизм? Но я помню какие-то, наверное, каждый из нас, да, какие чудеса в жизни происходят, да? Мы для себя фиксируем какие-то моменты, свои переживания какие-то, да, вот, и какое-то несогласие, да, какой-то протест и вот какое-то такое пожелание другого совершенно вообще. Вот. Вот. И я знаю, что мы погружаемся в Христа, а Христос погружается в нас. Мы познаем Его, Он познает нас. И этот процесс, Он длится всю жизнь нашу. Вот. Вот. И этот процесс очень благословенный. И чем больше нас Он может узнать, познать именно… Он знает и нас, и так полностью нас знает, но вот процесс познания, когда Он познал своих, да, познает свой народ, узнает особенным образом, вот. Вот. И чем больше нас можно узнать, познать, вот, тем, наверное, и Ему радостней, и нам радостней. Больше, больше Его узнавать в этих моментах. Вот. Вот. Как вот те слова из «Мьи» и «Бесни» и «Бесни» и «Бесни», да. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный Мой мне». «Они», да, то есть это «Я». «Они», «Ле доди», «Ве доди ли». Вот это «Ле доди», «Ве доди», «Ве доди», по словам, если я досмотрел, оказывается, да, переводчики Александрами перевели очень просто того человека, что «Я принадлежу Ему». 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 Еще накануне пришествия Христа, накануне Его Рождества, именно этот стих они выделили как ключом, золотой ключ ко всему Писанию, ко всей Торе, к пророкам и прочим. Слава Богу! Вот, и в преддверии Пурима, на этой неделе уже, да, у нас Пурим, вот, в преддверии Пурима я вам сейчас скажу, что, по сути, наш Бог есть Бог Пурима. И мудрецы говорили еврейские, что в каждом поколении совершается большой или малый Пурим, в каждом поколении есть какой-то Аман, в каждом поколении, касательно народов, есть какая-то атака, большая или малая, духовная или яркая, физическая такая, и в каждом поколении есть либо избавление, либо попытка избавления, либо трагедия. Вот, совершается либо Пурим, либо его не совершается. И я рассуждаю тоже так, что не только в истории Израиля это явно, но и вообще в истории любого верующего человека тоже Пурим какой-то, или отсутствие Пурима. Порой, многие, кстати, многие пишут тоже вопросы такие задавали мне, по поводу, особенно из евреев, вопросы задавали, где был Бог, где был Бог, когда Холокост подошел. Вот, знаете, о несостоявшихся Пуримах тоже есть, что здесь в мире есть, есть о чем рассказать. Вот, но я думаю уже сегодня вечером, когда онлайн подключусь в 6 часов вечера. Подключайтесь, кто может, нет, возможно, подключайтесь, ладно. Сегодня в 6 часов вечера, вот, и даст Бог туда полчаса, когда? Ну да, завтра, послезавтра тоже будут подключаться. А 28 число, 28 у нас февраля, в этом году, выпадает на пост Эсфирий. Накануне Пурима, накануне полнолуния, вот, в этом месяце не сам, если вот ярко будет у нас, значит, то, вы заметите, она уже прирастает, она растет уже достаточно. Вот, а само полнолуние, получается, с 28 февраля начинается и вот 1 марта, и вот начало 2 марта, получается, фрагмент. Значит, это вот само полнолуние, вот это, в этом году, это 14-15 число месяца Адар, месяца Адар, или просто 12-й месяц его, окончание года, последний год, если считать Миссана, имею в виду. Вот так вот. И, конечно, Бог посовершит в наших судьбах свой божественный Пурим, потому что даже исцеление, это тоже, как бы, некий Пурим такой, который в нашей судьбе происходит. Вот, а порой не происходит что-то. Хочется, чтобы сюда происходило. Поэтому завершу словами Иисуса, да, который говорил, что кто уверует в меня, так вот я в любви готовить, как бы ему такой берегу, кто уверует в меня и погрузится в меня, да, и пропитается мной, будет спасен. Вот. И, как продолжение, слова, значит, которые приписывают этому у нас Серафиму Саровскому, что спасешься сам, он говорит, и тысячи спасутся вокруг тебя. Мне тогда отправятся, я такой красивый. Потому что дом твой, да, это хорошо. Нет, понятно, дом мой дом. Все мой дом, можно так посчитать, как бы, да, и вся земля мой дом. Вот, как бы, но все-таки, как-то все-таки больше домашний чар, как-то ограничиваешься, так, представлением. А вот это вот Серафимова «И тысячи вокруг тебя» мне было очень нравиться, как-то, ну, в этом что-то есть. В этом какое-то такое красивое такое развитие этой мысли, продолжение этой мудрости, слава Богу. Ну, и, по сути, в этом и ваше время, да, «И тысячи вокруг тебя». Вот, и, потому что ты, как соленый огурец уже, и осоляешь бинегрет вокруг себя, даже несоленые, всякие там, овощи вокруг тебя, все соленые и несоленые эти овощи, вокруг тебя, они становятся соленые и вкусные. Вот так вот. А если мне, вот, хозяин, так, ложку раз, так, опа, вот чего-то не хватает, что-то. А-а-а, нет, огурцовки. Вот так вот. Так что пусть Господь совершит чудо. И в инегрете, и Гима, и область, и вообще Украина, и все наши излюбивки, пусть много были соленых таких огурчиков, как тот самый Билли, Грэм, вот уже покойный, царство небесное, сражение ушло, недавно. Да, почти сто лет прожил. Вот так вот. В еврейской общине один брат сказал мне, а я вот хочу прожить 119 лет. Стоп, а почему 119? Мы обычно желаем 120, до 120. А вот что нам по храму сказали, бездревен, похил у вас. Говорю, молодец, брат, молодец. Слава Богу. Так что, дамы и господа, братья Иисусы, благоставляю вас, благословение Священничества. Давайте встанем, друзья. Не сильно, надеюсь, у вас здесь еще. Как Тавровский. Холд, на тебя не активирует. Да. Пусть Бог благословит, и пусть Бог согреет нас. Людый, как конец стал лютовать что-то. Знаете, вот. Вот. Ну, из земли тоже нужно, хотя бы немного. Вот. Пока так. Как-то. Пусть Бог благословит во имя Иисуса Христа. Всех вас, дорогие друзья, и кто будет потом видео смотреть эти, делайте тоже выводы, мотайте на ус. Вот. И погружаемся в Господа, пропитываемся им. И этой солью божественной оставляем все вокруг во имя Христа Иисуса. Пусть эти, действительно, даже самые неизлечимые, по нашему человеческому пониманию, разумению, недуги, они уходят во имя Иисуса Христа. Как вот Виктор приезжал сюда, да, проповедовал. Просто мне не было, да. Значит, рассказывал, значит, мы с ним общались. Вот, когда Бог исцелил там у них бабушку, проказы, проказы вообще. В нашей дне, оказывается, есть такая, библейская еще, да, болезнь. Вот. И проказа ушла, и ножка стала у бабушки. Вся кожа такая уже ставческая, шуршала такая. А вот там, где была проказа, как младенчик, готовы ручки оставить. И потом в Черкассу водили, вот еще раз. Признали, да, что нет проказы. Все. Бабушка, здорово. Пожалуйста. Вот, и думаешь, там даже вот, Бог слышал, что-то. А вот у него самого Виктора, кстати, тоже дочка родилась. Там что-то с хромосомами. Камень родилась. То есть максимально, это, если она была бы совсем маленькая, как говорила, выросла бы. Вот. А сейчас можно выжимать, слышь. Вот она. Вот как раз они вот, когда не уверовали. А когда, ну, врачи делали диагноз, поставили диагноз страшный. Камень, значит, да. Вот это да. Вот. Не может быть. И тоже говорили, что все, только остальное больницу. И мы поймем вас уже с такой болезнью. Вот, когда это не поправимо, вообще никак. Это вот на уровне, ну, объяснили. Вот. Но сегодня девушка красавица выше батька, выше родителей. Значит, вот так вот. Вот это да, думаю. Бог совершает чудо на уровне, там, этих хромосомов. И всего абсолютно. Слава Иисусу. Он может переводить его прямой, прямой, прямой. Все противно ему. Спасибо, Господь, за все. Боже всемогущий. Благодарю тебя, Господь, за этот день. Благодарю тебя, Боже всемогущий, за благодать свою, что он Боже. Слава тебе. Благослови, Господь, миром своим, своим шаломом. Боже, в эти предкуривные дни, Господь, я молю тебя о твоем божественном куриве в наших судьбах. Потому что враг бросает шребий свой. Украсть, убить и погубить на его костях. Но, Господь, ты бросаешь жребий свой, а на твоих костях. Боже, жизнь и жизнь с избытком. Твой жребий – это жизнь и жизнь с избытком. Боже всемогущий. И даже если враг бросает жреба на нас смерть, погибель, воровство, Бог, ты всемогущий обращаешь это на голову уже его. Боже, ты совершаешь чудо избавления, Боже, катан курим, этот малый курим в наших судьбах, куримы в странах, в народах. Боже, пусть Господь и здесь в Киеве, в Украине, твой божественный курим совершается, Господь. Боже, избавление от твоего, Господь, сверхъестественное – это пробуждение духовное, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь, наш Бог, Бог Богов, Царь и Царей, слава тебе и хвала. Боже всемогущий, благостави, Господь, благостави народ свой миром, благостави сегодня Израиль, благостави сегодня Иерусалим. Благостави сегодня, Господь, всех евреев в земле обетованной и в России и в мире. Боже всемогущий, благостави сегодня Украину, Боже, благостави Киев во имя Иисуса Христа. И всю нашу страдавшуюся землю благостави, Господь, по богатой своей милости, все народы земли Божьей. Пусть все дышащее хвалит тебя и прославляет тебя. Это пробуждение, Господь, толчками которому, увертюры, вступлением которому, и многие чудеса в наших судьбах, в истории христианства, и даже в такой недавней истории, в ближайшей к нам истории, Боже, все это говорит о том, что ты глядешь, Господь. И вот это огромнейшее, но полное пробуждение, Боже, этого последнего времени, Господь, Боже, да будет явно, Господь. Слава тебе, слава тебе, Господь. Да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя, да призвинь на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилуй тебя. Да обратит Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Слава тебе, Господь. 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 Враг приходит лишь украсть, убить и погубить, а ты, чтобы иметь жизнь, и жизнь с избытным. Слава тебе, Господь. Да будет твоя жизнь, Господь. Во имя Иисуса Христа. Даст будет всякая смерть. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот, и потом, в записи можно будет посмотреть все. Вот, потому что с самого начала, сегодня как раз записано.